Финансисты подвели итоги исполнения бюджета города за первое полугодие текущего года. Конкретные цифры по статьям доходов и расходов привела в своем докладе на исполкоме городского совета начальник финуправления Керчи Галина Плужникова. По итогам первого полугодия текущего года в доходную часть бюджета поступило 202 миллиона 978 тысяч 800 гривен. План по доходам общего фонда, утвержденный местным советом, за первое полугодие выполнен на 105,2%. Основным бюджетом, образующим источником доходов общего фонда, является налог на доходы физических лиц. Его удельный вес в общем объеме поступления составил 73,4%. Это 101% от запланированного. Обусловлен рост показателя увеличением размера минимальной заработной платы. Значительно превысили показатели роста НДФЛ, Керченский морской торговый порт, судостроительный завод «Залив», стрелочный завод и металлургический комбинат. Уменьшились поступления от предприятий «Крымская таможня», рыбоконсервный комбинат, судоремонтного завода, предприятия «Керчгаз», комбината хлебопродуктов. Причинами снижения НДФЛ остаются сложное финансовое состояние большинства платежщиков, снижение объемов производства, сокращение продолжительности рабочей недели, уменьшение размеров, премий и порчительных выплат, реорганизация предприятий и, как результат, сокращение численности наемных лиц на предприятиях города. Превышены плановые показатели по наполнению доходной части бюджета за счет платы за землю. В целом, органы исполнительной власти за истекший период провели порядка 20 заседаний, на которые приглашали руководителей предприятий с единственной целью. Планы по наполнению доходной части бюджета должны быть выполнены. Главный руководитель города приостановил докладчика и попросил обозначить конкретные проблемы в исполнении бюджета. На что ж нацелить сегодня наших руководителей по выполнению бюджета следующего полугодия, или, будем так говорить, годового главного финансового плана нашего. Бюджет города по состоянию на 1 июля все-таки имел задолженность перед управлением жилищно-коммунального хозяйства в результате и перед предприятиями коммунальными города. В течение июля месяца, и вот сейчас уже немножко лучше ситуация становится, с финансированием прочих платежей, убедительная просьба к нашим коммунальным предприятиям ввинить максимальные меры к перечислению налога с доходов физических лиц, то имеющиеся задолженности. Олег Асачий обратился к руководителям ведомств, от которых в первую очередь зависит наполнение городской казны. После завершения обсуждения основного вопроса заседания, мэр обратился ко всем членам исполкома и начальникам управления. Все жалобы керчан, поступившие во время состоявшегося накануне прямого телевизионного эфира, главного руководителя города, должны быть разрешены в максимально сжатые сроки. Наверное, многие вчера смотрели программу «Час мэра», да? Масса вопросов было поставлено населением по наведению порядка, по ремонту кровель, по надписям Владимира Васильевича. Я вчера все сказал с экрана телевидения. Брусаков в курсе Дева создаем летучую бригаду с дубовым вместе и закрашиваем, присаживайтесь, и закрашиваем все, что накрасили за этот период времени. Алиев, хочу предупредить вас, что вы не занимаетесь этим вопросом по вылавливанию вот этих друзей. Ну, совсем не занимаетесь. Если вы считаете, что экономики не наносят вред, то они наносят вред большой. За полугодие мы уже истратили на закрашивание вот этой мазни 160 тысяч.